Движение 405 из Казахстана. Сегодня я расскажу, как используются цифровые технологии и соцсети сотрудниками Комитета национальной безопасности, банками и полицией, чтобы лишить активистов и правозащитников средств для существования. Последние два года усиливается политика тотальной изоляции инакомыслящих после публикации в соцсетях или обсуждения, или перепоста, критического к власти материала, без объяснения причины замораживают банковские счета. Мы зарегистрировали десятки таких случаев. Позже мы узнали, что основанием для блокировки было устное распоряжение сотрудников Комитета национальной безопасности или отдела по борьбе с экстремизмом. Второй пример – это использование тайных решений суда или рапортов КМБ полиции тех, кто собирает через соцсети пожертвования для жертв политических репрессий. Также блокируются счета тех, кто получает деньги с этих общественных сборов. Так, например, в декабре 2020 года 15 человек, включая меня, были тайно осуждены без права на защиту и апелляцию за якобы финансирование и пособничество экстремизму. Мой муж стал подозреваемым только потому, что пошел со мной в банк и его лицо распознали камеры слежения в банке. Он рядом со мной стоял, когда я оплатила политически мотивированные штрафы государству. Халык-банк и Каспий-банк, которые контролируются родственниками Назарбаева, участвуют вместе с КНБ в фабрикации этих дел. Мои рекомендации к странам ОБСЕ. Простите, у вас остается 30 секунд. Представьте, пожалуйста, ваши рекомендации по использованию профессиональных данных и выступайте по теме. Пожалуйста. Наши рекомендации к странам ОБСЕ – это осудить дискриминацию и политическое преследование гражданского общества и оппозиции в Казахстане и рассмотреть введение санкций в отношении глав КНБ Масимова, МВД Тругумбаева и руководства Каспий и Халык-банков в Казахстане. Я выступала по теме. Здесь идет сбор данных персональных. Спасибо. Спасибо. Ребята, я закончу. У нас есть ряд других характеров, на которые хотели бы выступить. Спасибо. Продолжение следует...